Псалом 7. Господь наказывает нечестивых и спасает невинного. Молитва в скорби. Псалом 7. Краткое содержание. Стих 2. Давид молит Бога о защите ввиду полной своей беспомощности перед врагами и своей невиновности, как перед последними, так и перед Богом. Стих 7. Пусть Господь перед всеми народами произнесет свой суд, чтобы обнаружилась правда Давида. Стих 11. Так как Бог судья праведный, Давид уверен, что он накажет его врагов. Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по телу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если оплатил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет. Пусть втопщет в землю жизнь мою, и славу мою повернет в прах. Восстань, Господи, в огнеме Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ними поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Божий. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Бог, судья праведный, крепкий и долготерпеливый. И Бог, всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, Приготавливает для него сосуды смерти. Стрелы свои делает палящими. Вот, нечестивый зачал неправду, Был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, И упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, И злодейство его упадет на его теме. Славлю Господа по правде, и пою имени Господа Всевышнего. Псалом 7. Молитва в скорби. Господь наказывает нечестивых и спасает невинных. В этом видео мы углубимся в сильную молитву Псалма 7, где Давид взывает Господу о спасении и защите от своих врагов. Присоединяйтесь к нам в исследование и тем «Наказание для нечестивых и освобождение для праведных», поскольку мы становимся свидетелями справедливости и милосердия Господа в действии. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на больше подобного контента. Псалом 7. Молитва в скорби. Комментарий. Псалом 7. Известный так же, как Псалом Давида, представляет собой глубокую молитву, которая насыщена драматизмом и эмоциональной силой. Молитва в скорби уже намекает на то, что текст был написан вследствие того, что на злобные и несправедливые обвинения, которые бросали в адрес Давида его враги. Давид, будучи несправедливо обижен, обращается к Богу в глубокой скорби и мольбе о защите. Вдобавок, он, как верный слуга, умоляет Всевышнего о благоволении. Псалом 7.2.3. Призывая свою слабость и зависимость от Божьей милости. В его словах сквозит глубокая вера, которая помогает ему выстоять перед лицом лжи и клеветы. Открытость перед Богом. В стихах 4.6 Давид обращается к Богу, отвергая ложные обвинения и подчеркивая свою невиновность. Он не просто отрицает вину, но и откровенно рассказывает о своих мучениях, вызванных несправедливостью. Эта открытость перед Богом, эта честность внутренних переживаний, отличает молитву Давида. Дело ее искренней и трогательной. В стихах 7.10 Давид продолжает молиться, излагая перед Богом свою тяжелую ситуацию. А потом он просит Всевышнего выступить его судьей, отстоять его правоту и наказать его преследователей. Его слова проникнуты глубокой верой в Божью справедливость и непоколебимой надеждой на возмездие за несправедливость. В стихах 11.17 Давид выражает непоколебимую уверенность в Божьей суде. Вместе с тем он знает, что Господь обратит ложь на головы его врагов и истинно осудит и злые дела. Его слова проникнуты глубоким доверием к Божьей правосудной силе и, безусловно, не оставляет никаких сомнений в его полной уверенности в победе правого дела. Воздать славу Богу за избавление В завершающих стихах, Псалом 7 стих 18, Давид обещает воздать Богу славу за свое избавление. Он не просто благодарит Господа за победу, но и откровенно выражает свою радость и уверенность в том, что Бог будет победителем в этом и во всех его других сражениях. В истории Псалма Давида мы видим прообраз Христа, который сам по себе и в своих членах был поругаем, но который в конце будет оправдан. Как Давид, Христос не только страдал от несправедливых обвинений, но и молился Богу, доверяя Ему свою судьбу. И как Давид, Христос победил зло и был вознесен к славе Отца. Псалом 7 отражает глубокую истину, что правда всегда победит, что несправедливость будет осуждена, а вера и надежда на Бога не будут постажены. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуза из племени Вениаминова. Если вам понравилась запись или вы получили слово Откровение от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok